Двое беженцев из Украины, проживающих в нашей республике, решили зарегистрировать брак. Процедура оказалась нелегкой. ЗАГС потребовал документы за подписью украинского консула в Нижнем Новгороде. Однако Минюст России сообщил, что брак можно зарегистрировать в исключительном случае, и таким является статус временного убежища. В целом же процесс социальной адаптации граждан Украины в Чувашии проходит хорошо. Отдельные нюансы обсудили на заседании рабочей группы под председательством Ивана Маторина. В Чувашской республике находятся 1368 человек, вынужденных покинуть территорию Украины. 60% это люди трудоспособные, 28% дети школьного и дошкольного возраста. В образовательной организации республики зачислено 302 человека. Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками и школьной формой. Профессионально-образовательная организация по состоянию на 30 сентября принята 20 граждан, вынужденных покинуть территорию Украины. Из них 2 человека обучаются на коммерческой основе. Это основные государственные техникумы, медицинский колледж, а остальные 18 граждан это за счет республиканского бюджета. Дополнительно нами выделено 10 бюджетных мест и эти места тоже заполнены. Образовательная организация высшего профессионального образования и 7 человек, все они зачислены на коммерческой основе, потому что они захотели учиться на этих условиях. Что касается трудоустройства, 363 гражданина Украины имеют работу. Однако сотрудники госслужбы занятости сталкиваются с некоторыми проблемами. Некоторые граждане, которые числятся в миграционной службе по определенным адресам, фактически там не проживают. Кроме того, существует категория граждан Украины, отказывающихся от предлагаемых им вариантов трудоустройства по причине желания уехать в другие субъекты Российской Федерации или на Украину. Но Татьяна Геннадьевна уже обозначила, что уехало почти 30 человек. Но тем не менее, желающие уехать также продолжают оставаться. Государство может помочь людям переехать, но только тем, кто получил статус временного убежища или беженца. Если человек приобрел статус временно проживающего, то перемещаться он может только за свой счет. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok